Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска механика 1.8. Пробег на автомобиле 131 тысяча километров. На этом автомобиле заменю сегодня передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса, беру ключик на 10, откручиваю нижний и верхний болт. Снимаю с кронштейна шланг тормозной. Снимаем цилиндр и колодки. На дисках уже выработка. Диски не бьют, но их нужно торцевать, а лучше всего их заменить. Еще один комплект колодок и скатает, и заменим. Колодки до пескуна еще не дошли, но из-за выработки казалось, что они вот-вот заскрипят. Снимаю скобы. Чищу скобы от пыли и грязи щеткой по металлу с двух сторон, и одну, и вторую. Очищаем. Также чистим под скобами. Скобы почистил, ставлю их на место. направляющие ходят но мы их поменяем смазку и смажем пыльник у нас одевается снаружи поэтому его снимаем наматываем тряпочку и прокручиваем чистим посадочный подпыльник одеваем на место пыльник направляющую смазываю тойотовской смазкой смазка розовая и так же с горошину добавляю смазки вовнутрь снимаем второе направляющие вторая у нас с резиновым демпфером с резиновым то есть компенсатором тоже очищаем ее также смотрим что вот у нас посадочная подпыльник было чистое снимаем пыльник и наматываем тряпочку здесь мне этот кронштейн мешает отвертку засунуть поэтому просто проталкиваю тряпку туда с горошину добавляю смазка надеваю на место пыльник надеваю на место пыльник все направляющие ходит теперь подпыльник наподвигаю его под него завожу шприц и немножко выдавлю смазки фэби разгоняю ее подпыльником вокруг и сдавливаю струбциной она Берем новые колодки фирмы Саншинг, СП-1362. С пескуном идет внутренняя колодка, без пескуна идет наружная колодка. Беру пасту Bosch ТО-100, номер ее по каталогу пятерка, шесть нолей, сто пятьдесят сорок четыре н. И немножко смазываю торцы колодки. Это наружная колодка. И также смазываю торцы внутренней колодки. Ставлю на место цилиндр. И наживляю болты. ИНТРИГУЮЩАЯКС. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ставлю в кронштейн шланг. Устанавливаю на место колесо. Аналогичным образом меняем со второй стороны и после этого нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, пока колодки у нас не прижмутся к тормозному диску, чтобы сразу были тормоза. И на этом замену тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!